День добрый, это Финам ФМ, это парадокс с Игорем Виттолем, и это Игорь Виттоль, как это ни удивительно, сегодня мы, естественно, обсуждаем смерть Бориса Абрамовича Березовского, в гостях у меня Алексей Мельников, член бюро партии Яблоко, Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Напомню, что телефон у нас в студии 65 10 99 6, или пишите нам на странице нашей программы на финам.фм, и сразу же начнем голосовалку. Итак, 55 33, короткий номер А, если вы считаете, что Борис Абрамович умер своей смертью, 55 33, русская буква Б, нет, его убили, еще раз повторю, короткий номер 55 33 А, своей смертью, Б, нет, его убили, ну и ваши версии на телефон 65 10 99 6, еще раз, код города 495, или на странице нашей программы. Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Александр. Меня вот больше волнует даже не сам факт смерти, это конечно событие трагическое, сколько медийная реакция на нее, почему-то федеральные каналы так отреагировали очень болезненно, точнее по первому особо ничего и не было, так как бы как заметка, а вот дальше вот по второму начался шабаш такой, видим, такое впечатление, что по-прежнему власть воспринимает Бориса Абрамовича как врага. Ну это не удивительно, действительно, мы же знаем, что в общем все последние годы, ну говорят до последних месяцев, мы-то про это в общем толком ничего не знаем, но он был конечно врагом этой власти, конечно, он об этом явно заявлял, ясно. Но он мог заявлять сколько угодно, он в том числе заявлял, что он чуть ли не вооруженный мятеж готовит, но для власти он был абсолютно, как мне кажется, не опасен, человек без денег, без влияния, последние годы. Ну это правда, это правда с одной стороны, а с другой стороны мы знаем мстительный характер наших вождей и тут в общем дело не особо не в опасности, а в том, что просто нужно было с ним каким-то образом решать. Тем не менее я не очень верю. А что с ним надо было решать? Ну сидел бы себе человек тихо в Лондоне. Раздражал, раздражал, он же не просто сделал, он все время что-то говорил, он все время что-то комментировал, к нему за комментариями обращались, это тоже раздражало. Ну мало ли кто раздражает, таких людей, которые раздражают, их много, не убивать же всех. Нет, таких немного, таких немного, потому что он все-таки конструктор всей этой истории, правда же, конструктор, вдохновитель, они всем ему обязаны. — А и тогда возникает, естественно, закономерный вопрос, Алексей. А правда ли, что у Бориса Абрамовича что-то на них было? Такое, что, в принципе, может и сейчас всплыть? — Я думаю, что в политике это имеет значение. И, конечно, с этой точки зрения Борис Абрамович Березовский был человеком информированным. Но я не думаю, что это послужило основанием. Я считаю, что он умер естественной смертью. Я не думаю, что это такого рода... — А я сейчас не утверждаю, что это не так. Мне просто интересно, почему такая посмертная реакция на него. То ли была дана команда, то ли просто сами наши коллеги слетелись на жареное. — Вы знаете, я думаю, что просто в политике большое значение имеют страхи, фобии разного рода существующие. И после истории с Александром Литвиненко, после истории с Александром Литвиненко, такого рода нервная реакция, она вполне понятна. — А с другой стороны, вот то, о чем говорил Александр, когда вы, Игорь, спросили, наверное, в политике имеют большое значение, поскольку в ней действуют живые люди. И личные приязни, неприязни. Человек может там не представлять действительно никакой опасности, серьезной, как вы сказали, действительно. — То есть это клиническая паранойя, вы хотите сказать, наших вождений? — Ну, это можно по-разному это называть, по-разному, но есть личные антипатии. Ну вот не любят каких-то людей кто-то. В политике это тоже действует, это тоже существует. И это вполне, мне кажется, что это объясняется все довольно такими простыми мотивами человеческими. — То есть вы считаете, что федеральным каналам, если вообще федеральным СМИ была дана какая-то команда такого посмертного очернения или нет? — Ну, наверное. У нас федеральные каналы все делают по команде. С другой стороны, действительно, реакция РТР была нервная. Но мы же не знаем, и они не знают. — А вдруг у Бориса Абрамовича что-то было? А вдруг сейчас что-нибудь выплывет? А вдруг он в какой-то момент начал говорить, «Ребят, ну вот пока я живой, я буду молчать. А если чего? А вдруг чего-нибудь там из какого-нибудь...» — То есть вы считаете, что он их шантажировал? — Ну, я не знаю. Я не знаю. Но после смерти, например, Литвиненко это вполне возможно. — Это вполне... Понимаете, ну вот правильно сказал Алексей, у такого человека могло что-нибудь быть. — Но учитывая, как он не задокументировал отношения с Бадри Патракцишвили, как он не задокументировал с Абрамовичем. — Он не похож на человека, который записывал каждый свой шаг. Это правда. В этом смысле он был, в общем, конечно, человеком разгильдяйским. — Но, если вспомнить дело Атолла, ходили же, писали... — Ну, пример. — Но он умудрился, насколько я помню, и Атолл-то, в общем-то, кинуть на деньги. Ну, по крайней мере, если верить Соколову. — Не знаем ничего про это. Не знаем ничего про это. — Ну, как вы знаете, Александр? Вы же живой свидетель и живая легенда тех лет. Вы же как раз один из лучших журналистов-расследователей в стране. Как же вы можете про это не знать? — Спасибо большое, но я про это ничего конкретного не знаю. — Ну, по-моему, была официальная версия, в том числе Бориса Абрамовича, просто им не заплатил деньги, когда они перестали ему быть нужны. После чего Соколов вместе с Атоллом стал его шантажировать. — Ну, возможно, и так было. — А нет ли вот опять-таки... Мне очень нравится версия Александра... Ну, именно что версия, он об этом не знает. Что Борис Абрамович кого-то неудачно пошантажировал. — Или удачно. — Или удачно. Ну, как удачно. А вы вообще верите в его смерть, кстати, Александр? — Хороший вопрос. — Вы знаете, потому что один из близких к нему людей, которому я буквально через пять минут после первого слуха еще позвонил, он сначала мне сказал, говорит, пока репорта Коронёров не увижу, не поверю, а когда увидел репорта Коронёров, сказал, говорит, ну, в принципе, и сейчас не увижу. — А что такое репорт Коронёров? Это же могло быть, например, совместная операция с Ми-6. — Ага. — Или с ФСБ? А вдруг он все это время работал на ФСБ? — Это вряд ли. — А на Ми-6 так точно работал? — Ну, что значит работал? Это не есть работа. — Ну, что значит, есть работа? Платят, значит, есть работа. — Нет, ну почему платят? Не обязательно платят. Может, он им платит? Мы же не знаем. — То есть Борис Абрамович содержал Ми-6. Отличный вариант. — Моя первая реакция была такая же, как у вашего знакомого. И мой первый комментарий был именно такой, что это все очень похоже на мистификацию. И вообще Борис Березовский, его жизнь не в политике и вне политике, она вообще была похожа на мистификацию. Поэтому то, что вот такие мысли возникают у разных людей, наверное, это хорошо говорит вот об этом явлении. — Это же ровно по сценарию фильма. — Ну, в общем, да. — Это так происходит в кино. — Игорь, я бы еще, знаете, что добавил? Вот относительно реакции федеральных каналов. Я думаю, что здесь с двух сторон была инициатива. Потому что особенность того, что из себя представляют федеральные каналы, это ведь не журналистика. Вот в том смысле, в котором вы ей занимаетесь, Александр ей занимаетесь. Это совсем другое. И даже когда поступает указание, есть люди, которые со смаком, с желанием, с большим, с изобретательностью исполняют и привносят от себя... — И оказываются первыми учениками. — Конечно. — А вы знаете, вот с нами на связи, я просто бы хотел все-таки такую дань уважения покойному, дабы не очернять его память, вспомнить как раз моменты до его прихода на Олимп и на вершину власти. С нами на связи Мануил Рафаилович Коган, человек-системный аналитик, который знал еще Бориса Абрамовича математиком. — Эммануил Рафаилович, слушаю вас. А скажите, а что представлял себя Борис Абрамович до того, как он стал человеком известным, скажем так? — Во-первых, если вы мне позволите, я все-таки принесу свои соболезнования семье и близких. — Безусловно, мы к вам присоединяемся. — К которым ни в коем случае не отношусь. Что касается деятельности Бориса Абрамовича в тот период, когда он... — Если можно, чуть громче в микрофон прямо. — Да, конечно. Что касается деятельности Бориса Абрамовича в тот период, когда он занимался научной работой и был на моей памяти старшим научным, потом ведущим научным сотрудником институт системных исследований, я помню его в период, когда у него была еще только кандидатская степень, он делал докторскую, потом она была защищена, то я могу сказать, что это был, в общем, достаточно типичный представитель советской научной школы, знающий, очень грамотный и разбирающий человек. — А он действительно был, простите, вас перебью, талантливым математиком? Потому что я вот тут говорил с некоторыми коллегами, которые мне сказали, что и это миф. — Вы знаете, вот тут я хочу сказать следующее. Институт системных исследований — это не математический институт. Это институт, который занимался, в общем, прикладными вопросами. И вот те сферы, в которых мы, наша, так сказать, научная группа, которая работала в институте проблем транспорта города Москвы и подчинялась главному с автотрансу, мы с ним пересекались не по чисто математическим, так сказать, теоретическим вопросам. Это не классическая математика, это так называемая прикладная математика. Это то, что американцы называют «operation research», то есть исследование операций. В этой области и в этой сфере он, несомненно, был человеком компетентным, грамотным и разбирающимся. Он умел читать те математические модели, которые делали мы и другие подразделения, которые он курировал от института системных исследований, потому что вообще все было построено следующим образом. Прикладная наука так или иначе была завязана с наукой академической. И у нас у всех были кураторы из Академии наук, и в частности по ряду тех проектов, которыми занимался ваш покойный слуга и мои коллеги, Борис Абрамович был именно нашим куратором от института системных исследований. Спасибо большое. Спасибо, говорю большое. Напомню, на связи с нами был Эммануэл Коган, системный аналитик. Возвращаясь все-таки к личности Бориса Абрамовича, какую версию вы увидите, не то, что сам, не сам, что довело его до этого? До смерти? Да. Ну вот действительно ли версия Добровинского, адвокатов, которые были в первую минуту, сейчас отбросим версию самоубийства, что человек просто обнищал и не выдержал? Нет, ну что значит обнищал? Ну я, во-первых, я бы не преувеличивал. Да, понятно, у Бориса Абрамовича были финансовые проблемы, но всем бы так обнищать. Я думаю, что там пару десятков, двадцатых, тридцатых, сороков, миллионов долларов у него вставалось. Я просто вчера говорил с людьми, которые у него, у него был билет на 28-й в Израиль, он у них одолжил 5000 на билет. То есть это одно другому, может быть, просто не мешает, может быть, у него было в запасниках, но он не трогал. Это люди как-то уверены в том, что они... Да, безусловно, эти люди, которые я знаю очень много лет, которые были очень близки с Борисом Абрамовичем. Он у них одолжил 5000 долларов. 5000 долларов на билет. Но об этом после выпуска новостей. Ну сейчас мы возвращаемся в студию. Напомню, что это «Парадокс» с Игорем Витремом. В студии у меня Алексей Мельников, Александр Рыклин. Телефон на 6510-99,6. Или пишите нам на странице нашей программы, и у нас голосование. 5533, короткий номер А, русская буква, если вы считаете, что Борис Абрамович Березовский умер своей смертью. 5533, русская буква Б, нет, и его убили. И Алексей, вот это вот версия о том, что действительно тигровая акула в депрессии, что Борис Абрамович мистифицировал, он был на содержании, а может быть, Спислу или Анина, его содержание, прекрасная версия Александра. Тем более, буквально там, через полчаса после его смерти, наши коллеги из комсомолки публикуют известного товарища Израиля Шамира, который, ссылаясь на главу отдела разведки Израиля по России, там вообще начинается какая-то желтизна, рассказы про то, как Борис Абрамович любил юных девушек, и после этого рассказывается, что в конце жизни он таки доработал на МИ-6. И действительно, а почему бы ему не устроить такую мистификацию? Тем более, после его смерти, проходит день, выходит Константин Коголовский, если мы помним, один из, ну, тогда олигархом его было назвать нельзя, но одним из видных деятелей. И говорит, на самом деле, я вот молчал при его жизни, а теперь скажу, он таки был партнером Абрамовича Сибнефти. Что-то мне как-то в эту историю верится. Вы знаете, я хочу сказать, что совершенно неудивительно, что вокруг такого человека, как Борис Березовский, после его смерти, такого рода слухи возникают. Ну, они вообще сопровождают, наверное, любую персону, любого человека известного, который уходит из жизни. Но я бы обратил внимание наших слушателей, и вот, Игорь, хотел бы сказать следующее, что у страны с таким опытом иммиграции, как Россия, мне кажется, на это можно посмотреть в более широком контексте. Ну, посмотрите, после Гражданской войны миллионные иммиграции, и были разные люди. Кто-то кончал с собой, кто-то уходил из жизни от тоски по стране, кто-то, наоборот, сохранял какие-то нравственные силы в себе и жил, кто-то начинал сотрудничать с Советским Союзом. Были разные совершенно движения, были разные люди. Простите, я вас перебью, было общее у них, практически у всей иммиграции, какую бы мы ни брали, постреволюционную, люди, которые оказались в лагере ДП, послевоенные, то есть люди оказались в перемещенном лагере, иммиграцию 70-х годов, практически все, ну, за исключением единиц, уезжали туда без денег и в статусе практически нищим. Такое тоже бывало, были и другие случаи, но, тем не менее, понимаете, люди, наверное... Но много вы знаете других случаев, кроме пары подпольных антихваров и художников, и тот, да, олигархов, он был, извините, конечно, ну, очень... Наверное, конечно, нет, наверное, конечно, нет, но я бы обратил внимание, что все-таки вот очень большое число людей, которые уехало ни с чем, они ведь не покончили с самоубийством, не впали в депрессию, и многие сохранили в себе силы, поэтому я думаю, что судьба вот у этого человека, наверное, она, в общем, типична, наверное, для... То есть я посмотрел бы на Бориса Абрамовича Березовского вот с этой точки зрения, не как на что-то экстравагантное, выдающееся, а как, в общем, довольно, так сказать, типичное явление человека, который потерял очень многое и человека, который ушел из жизни. Здесь могут быть разные причины, почему это случилось, но мне кажется, что это довольно, в общем, типичное явление, и вообще иммиграция это довольно горькая вещь, как мне представляется, с моей точки зрения. Для любого человека. Спасибо большое, Алексей. А с нами на связи по телефону Марина Юденьевич, писательница и политтехнолог. Марина, добрый день. Добрый день, Игорь. Марина, насколько вы верите вообще в смерть Бориса Абрамовича, какую версию его смерти вы рассматриваете, и не считаете ли вы этой мистификацией? Игорь, я так спросила, насколько я верю в смерть Бориса Абрамовича, потому что речь идет о Иисусе Кресте, который не... Кстати, такие версии, хоть и циничные, не буду их повторять, в эфире тоже звучали. Звучали, да. Нет, ну, я, я, конечно, верю в то, что действительно Борис Абрамович нас покинул, это грустно, всякая смерть, всякая смерть, это всегда грустно. По крайней мере, она требует уважения. Вот, поэтому мы будем относиться с уважением. Что касается версии, то я, наверное, буду скучна и не оригинальна в своих предположениях. Полагаю, что он умер естественно смертью, что это вполне закономерный итог для человека в его возрасте и после тех переживаний, которые обрушились на его голову и вообще после той бурной жизни, которую он прожил. Мы же понимаем, что при том, что человек, он был сложный, говорить о нем можно очень много и очень разного, но все, что с ним происходило, он пропускал через себя. Он жил умом, безусловно, но и сердцем тоже. Он искренне влюблялся в каких-то политиков, в какую-то политику. Он искренне верил, он надеялся. И последняя его надежда победить Путина, она тоже была совершенно искренняя в его ощущениях, я так думаю. И поэтому, ну вот, не выдержало сердце. Марина, а письмо вы верите, в которое он якобы отправил Путина? Я не то, что вы верю, я знаю, что оно есть, что оно было, я не могу его цитировать, поскольку... То есть вы его видели? Да. То есть оно адресовано не мне, поэтому цитировать я его не вправе, но оно есть, да. А если оно адресовано не вам, то как вы его увидели? Ну, так случилось. Хорошо. То есть оно действительно существует, потому что звучали версии, что и этого не было. Нет, оно существует. Спасибо большое. Напомню, с нами на связи была писательница, педтехнолог Марина Юденич. Александр, кстати, тот же вопрос хотел задать вам я, не в зависимости от того, что говорит Марина. С чего вдруг он начал писать, ну, как говорит Песков, пресс-секретарь, покаянные письма? Вы знаете, вот я знаю, что действительно сегодня в Москве большинство людей, вот я со многими разговаривал, верят в то, что такое письмо существует. Ну, зная Марину, я думаю, что она не стала бы говорить, если бы она не видела этого письма. Ну, да, но видела ли она, да, наверное, она видела письмо, но как мы можем быть уверены, что это письмо, тем более, что речь идет о рукописном письме, насколько я понимаю. Да, конечно, Песков говорил о том, что это было письмо от руки, написанное, переданное через кого-то, скорее всего, через Жирика, если действительно было передано. Вы знаете, вот мне сложно судить. Действительно, многие говорят о том, что последние там несколько месяцев, особенно после этого суда, человек сломался, человек как-то потерял самообладание, человек в общем, в общем, очень плохо себя чувствовал, чисто психологически. Я такого Березовского не знал. Я не могу себе представить Березовского. А вы его знали лично? Я его знал. Ну, я не могу сказать, что я его хорошо знал. У нас было несколько встреч, несколько долгих разговоров. Последние года два назад в Лондоне. Мне сложно представить. Вот я знал человека, который не станет писать покаянных писем Путину. Я такого человека знал. А человека, который пишет покаянных, я не знал. Возможно, ну, люди меняются. Действительно, может быть, судьба таким образом с ним распорядилась, что вот действительно он в конце жизни вдруг вот как-то... Если вернуться к тому, что говорил Алексей, простите, я вас перебью, и так взять опыт русской миграции, мы знаем людей, которые писали покаянные письма Сталина, возвращались. Нет, конечно, конечно, но еще раз, вот судя по тому, какой это был человек, мне сложно себе это представить. Я до сих пор не очень верю в эту версию. Не очень. Мне кажется, это немножко странно. Ну, не знаю. Опять же, никаких доказательств. То есть, Кремль решил воспользоваться и посмертно еще ему отомстить? Ну, я не... Черт знает. Мы тут... Понимаете, вот мне очень хочется дождаться все-таки каких-то внятных слов от британской полиции. Я думаю, что они нам расскажут все-таки в деталях, что произошло. Они понимают, что это общественно важная история, причем, в общем, учитывая тот резонанс и масштаб фигуры, которая ушла из жизни, они понимают, что это должно быть, в общем, достаточно подробное, независимое расследование. Они его проведут, несомненно, расскажут нам, что там случилось на самом деле, потому что уже я слышал какие-то версии. Уже кто-то начал говорить об удушении. Я читал сегодня эту статью в Guardian. И у меня, кстати, вот вопрос к Алексею Мельникову. Алексей, а скажите, с чего... Ну, у меня есть своя версия, но с чего вдруг никто не хочет верить в его смерть от бытовых причин? Неужели вот как бы миф такого дьявола, трикстера, каким считали Борис Абрамович, вот не отпускает о себя? Очень трудно поверить в то, что пламенный революционер и бизнесмен умер просто вот так вот. Я думаю, что вообще наша политика, это действительно, с моей точки зрения, очень хороший вопрос и очень правильный, потому что наша политика, она вот ее свойство, если она очень мифологизирована и наполнена таким... Вот ее черта. Вот, наверное, это свойство вот этой вот мутной, темной системы, которая была создана с какими-то манипуляторами, восходящими состояниями наверх, появляющимися какими-то людьми, которых никто никак не слышал, вдруг у них выясняется миллиардное состояние, они близки к власти. Я думаю, что вот это свойство, это свойство просто российской политики. И в этом смысле это не только черта Березовского. Он действительно... Это не реальные политики в нашей стране, мы пользуемся мифами. Во всяком случае, это свойство общественного сознания нашего политического. И оно очень мифологизировано и всегда готово воспринять вот такие версии. Поэтому я думаю, то, что, наверное, многие люди, они даже, которые люди, их факты не убеждают, они говорят, да, да, может быть, да, он умер естественной смертью, но тем не менее что-то шевелится в душе, что может быть это вполне и не так. На ваш взгляд, вот как раз если мы говорим о Миха, вопросы к вам и к Александру, ему приписывают все. Вот все, что плохое, наверное, случилось в стране, ну, если только Чубайс может посоревноваться. Но Чубайсу не приписывали Чеченскую войну, ни первую, ни вторую. Чубайсу не приписывали то, что Чубайс привел Путина к власти. Действительно ли Борис Абрамович был архитектором всей этой системы еще даже задолго до Путина? Сам ли он привел его к власти? Система ли привела? Действительно ли вот роль Бориса Абрамовича в чеченских войнах столь велика? Ну, я против этой точки зрения. Я против того, чтобы превращать Березовского в демона. Но я считаю, я считаю, что здесь ключевой значение имеет система и вот системный запрос. А то, что я считаю, Березовский, в чем его можно было бы назвать классиком и человеком в этом смысле, в выдающемся, в том, что он в себе сконцентрировал как бы вот суть этой системы и очень хорошо ее персонализировал. Персонализировал. Но по сути, если бы Бориса Абрамовича не был, если бы он продолжал бы заниматься, как вот его коллега рассказывал, системным анализом, я думаю, все равно судьба этой системы была бы то же самое. Если бы Анатолий Борисовича и Чубайса не было, наверное, они принесли свой личный шарм, наверное, они участвовали в принятии каких-то решений, но суть... Как-то вы не по-марксистской роли личности в истории отрицаете. Ну да. Но суть, суть того, что происходит... Нет, я случайность не отрицаю, но мне кажется, что вероятность наступления некоторых случайных событий, она велика была. Не было бы Березовского, был бы другой человек. Ну, по сути... Вы считаете, что не было бы Березовского с Чубайсом в 96-м Ельцин бы выиграл выборы? Да ладно. Не знаю, мне сложно на это вопрос ответить, но я вам скажу другое. Вот я, во всяком случае, думаю, что Березовский оставил огромное наследие. Вот эта система, устроенная по мафиозному принципу, система из себя представляющая в большой степени казино случайное, она в большой степени является произведением, которое он создавал тоже своими руками. Александр, тот же... Ну, вот, как-то коллега немножко противоречит сам себе сначала... Вот я тоже, да, говорит, что он бы не придавал такое значение. Ну, мне кажется, что Березовский сыграл огромное значение вообще в строительстве вот той политической системы, собственно, которая сегодня существует в России. Мне кажется, он был одним из ее архитекторов и конструкторов. Я однажды спросил его впрямую, он ли назвал деду фамилию Путин, и он ответил? Нет. После выпуска новостей продолжим. Ну что ж, продолжим нашу беседу о Борисе Абрамовиче Березовском. В студии у меня Алексей Мельников, член бюро партии Яблок, Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. 6510996, код города 495, звоните нам. И 5533, напомню, русская буква А, если вы считаете, что Борис Абрамович умер своей смертью, так пока считают 100% проголосовавших. Б, если вы считаете, что это не своей смертью, он умер, Александр, продолжаем. Значит, он ответил нет. При этом он везде ходил с плакатиком на демонстрациях, я тебя породил, я тебя, и сейчас уже не помню. Ну, породил, да, в смысле, но он ответил нет, он сказал, что первый раз, первый, кто назвал фамилию Путик был Волошин, но, тем не менее, это было согласованное решение, что и Таня, и Валя участвовали, я имею ввиду, Дьяченко и Маша. Да это понятно. Можно не решать. Хотя, да, нынешнее покорение может и не помнить, кто это, да. Участвовали в обсуждении этой кандидатуры, она была совершенно согласованная, они все ее сразу поддержали, и понятно, что критерий при выборе тогда был только один. Семья должна была быть уверена, уверена, в том, что не последует никаких мер репрессивных смысле после семьи. Мы вспомним, что Ельцин тогда уже был в очень плохом состоянии. Очень плохом. Вот, собственно, и все. И давайте честно признаюсь, в этом смысле Путин оказался действительно идеальной кандидатурой. Он же этот договор ни разу не нарушил. Ну, если не считать самого Бориса Абрамовича. Ну, Бориса Абрамовича... А этот вопрос, кстати, сложный. Но я бы еще раз хотел Марину Юденичу подключить к нашему разговору. Марина, два коротких вопроса. Правда ли, что Борис Абрамович сам привел Путина к власти? Хотя вот тут Александр утверждает противопожжение. Нет, неправда. Неправда. И второй вопрос. Насколько велика ответственность Бориса Абрамовича в первой и во второй чеченских войнах? И правда ли, что он делал бизнес на торговле заложниками? Ну, ответственность безусловно велика, потому что ту политику, которую он проводил и эти переговоры, которые он вел, зачастую приводили к гибели людей. Я имею в виду в компаниях в обеих. В первой, вернее. А что касается правды ли, не могу ответить однозначно, поскольку у меня нет доказательств и фактов вот таких вот железобетонных, с которыми можно идти в прокуратуру или в Комитет. Но мнение такое бытовало и бытовало в кругах людей достаточно осведомленное. И последний вопрос, Марина. На ваш взгляд, почему Борис Абрамович оказался столь беспечен и в отношении с Бадри и в отношении с Абрамовичем? Я бы слово беспечность заменила словом самоуверенность. То есть это была самоуверенность? Да, я полагаю, да. Спасибо, напомню, с нами на связи был описатель и политолог Марина Ильич. Александр, тот же вопрос к вам про чеченскую войну. Ну, я почти не сомневаюсь, если мы говорим про вторую чеченскую войну, что вот автором этой сложной комбинации с вторжением Басаева и Хаттаба в Дагестан и ответными мерами тогда он должен был поднимать рейтинг Путина. И об этом я его тоже спрашивал. И он тогда начал говорить, что я был против того, что в войска пошли за терек. Но мне было очевидно в разговорах с ним, что, в общем, это он все придумал. Вот эту всю комбинацию с поднятием рейтинга Путина, тогда же проблема была. Давайте вспомним эти годы. В общем, рейтинг и Примакова, и Лужкова намного превышал. Ну, конечно, и тогда это было важно. И, собственно, отставка Ельцина была завязана ровно на то, потому что все думали, что рейтинг Путина не доживет до лета, не доживет, просто он сдохнет. Тогда была война, шла война, нужно было решать. И ну, я думаю, что он является автором этой всей комбинации. Алексей. Ну, я бы просто обратил внимание во всей этой истории, вот то, что Александр рассказывает об этом совещании. Вот это что же за политическая система такая, где собираются четыре человека, принимают решения. И потом, конечно, происходят в обществе некоторые действия манипулятивные, но тем не менее, человек, которого они выбирают, он возглавляет нашу власть и возглавляет ее до сих пор. И я бы обратил внимание на то, что вот сейчас, наверное, важно говорить о наследии, которое осталось от Березовского. Осталось от Березовского и вообще от всего того времени. Наверное, он был человеком действительно талантливым в своем роде, очень способным. Но то, что вот этот человек в рамках вот такой системы принимал вот такие решения или участвовал в принятии таких решений, это вот имеет принципиальное значение ключевое. Конечно, вот можно сравнить с либерально-демократическими или там полиархическими, как их иногда называют системы европейские или там американскую и так далее. Да, пожалуйста, собирайтесь, принимайте решение, какого кандидата вы будете выдвигать. Но дальше тяжелая борьба конкурентная предстоит. Во всяком случае, так бывает часто, если кандидат не сильный. Поэтому, а здесь система устроена иначе. И вот это наследие, которое осталось от Березовского, я думаю, что вот это важный очень момент обществу понимать сейчас после смерти, где мы находимся. Ну, правильно, это тотальное пренебрежение демократическими принципами. Конечно. Но дело в том, что при Ельцине они устраивали, устраивали, кстати, тех людей, которые сейчас уходят и на Болотную, и на Сахар. Это те же люди. Они вполне были дружны с Ельциной и с этой системой, как вы говорите теперь с Таней и с Валей. Они были дружны с этой системой, и они это терпели. А вот, когда Путин их отодвинул от власти, если бы Березовский не поссорился с Путиным, я вас уверяю, он был бы, наверное, сейчас в первых рядах Единой России. И более того, уж если вы вспомните... Он ее придумал. Да, ну, единство он придумал. Ну, неважно, если вы вспоминаете историю про Примакова и Лужкова, так человек, который руками Сергея Леонидовича Даренко и своего ОРТ душил свободу слова, превратил средство массовой информации в гнуснейшую пропагандистскую машину, возмущался отсутствием свободы слова, когда у него ОРТ отняли. Ну, я вам хочу сказать, все-таки, все-таки, давайте будем честными, и все-таки, вот, то, что Березовский делал с ОРТ, это все-таки не прямое душение свободы слова. Нет, это просто извращение свободы слова. Он использовал свой принадлежащий ему ресурс для лишения... Так это и есть смерть свободы слова. Ну, правильно, но все-таки буквальное задушение началось чуть позже. Когда то же самое Путин делает с ОРТ, это удушение свободы слова. То есть, не с ОРТ, а сейчас федеральными каналами. Власть наша делает. Это удушение. А когда Березовский использовал их как свою пропагандистскую машину, это была свобода. Я не в конкурсе говорю, что это была свобода, но там была хотя бы какая-то конкуренция. Мы понимали, что есть один канал, есть другой, что-то происходило. А ведь смысл дальнейшего удушения... Было несколько пропагандистских машин, скажем так. Ну, мы можем, пожалуйста, давайте, хотите, давайте так. Но хотя бы так. Хотя бы так. Хорошо. На это хотя бы так у нас на связи лидер другой России Эдуард Лимонов. Да, добрый день. Добрый день. Эдуард Лимонович, скажите, пожалуйста, как вы... Мне было удивительно, что вы нашли даже какие-то теплые слова для человека, находящегося, находившегося по другую сторону баррикад. Вот сейчас, если вы слышали последний наш спор по поводу свободы слова пропагандистской машины, считаете ли вы роль Бориса Абрамовича такой дьявольской, скажем так, в создании той системы, которая сейчас существует? Ну, конечно, как контролировал такой персоной, это понятно, есть доводы за, есть доводы против, но величина его, несомненно, это был большой человек. В 90-е годы в известном смысле были уже такой эпохой титанов. Мы когда жили в 90-х, то сами немножко не замечали, но теперь вот, когда прошло еще полтора десятилетия практически, то уже видно, какие люди были. даже вот наши враги, там, Басаев, которому отпиливали ступню при местном наркозе, а он смотрел, голову поднимал и смотрел, как ему пилил к ножовкой ступню. Где еще вы найдете таких людей? Хаттаб этот безумный, совершенно, с сирийскими, с синими, черно-синими оконами. Вы вспомните, вы так упоительно описываете Хаттаба, что я начинаю уже нервничать. Как-то вы к нему нервнодушны? Не надо нервничать. Вот Ельцин, который в простоте душевной всего-навсего разгромил парламент, расстрелялся из танков, да, тоже, в общем, русский такой мужик, какие характеры невероятные просто. Вот Борис Абрамович был одним из этих титанов. А что-то заниматься мелочностью, разбирать, где он там, нарушил свободу слова, где не нарушил. А, то есть вам враги-титаны нравились, а вот нынешние бесцветные не нравятся только потому, что они не титаны. Знаете, мы нынешним пока ничего не подводим, но это герои интернета в основном нынешние, да, а то были настоящие безжалостные, злобные порой, но крупные люди, Александр Лебель, вспомните его, это интернат упал, отжался, да, мы помним. Какие характеры, какие характеры. Вот я взглянул на все на это таким взором, да, через 15 лет, вот я и высказываюсь, и говорю, да, большим был тоже титаном Борис Абрамович Березовский. Спасибо большое. Знаете, мне, мне лично и партии Нашболов, он ничего плохого не сделал, кстати говоря, это может быть близорукий взгляд, но я привык, что если мне кто-то дал там кусок хлеба и сбил фунт стерлингов на процесс, когда я сидел в тюрьме, я считаю, что я должен сказать теплые слова после его смерти. Эдуард Владимирович, а я правильно понимаю, что если олигархи ограбили страну, но лично вам дали кусок хлеба, если мне память не изменяет бутылку коньяка 43-го года? Да не надо сводить, вы все стараетесь свистить. Я не пытаюсь вообще, я просто сдаю вопрос. Чистоты такой, знаете, кристальной, сами-то, даже те, кто сегодня обсуждает, они что, кристально чистые, ни в чем не замешанные. Давайте будем чуть-чуть благороднее, да, вот, сколько людей премия, триумф, хоть один бы из этих людей поблагодарил бы Березовского, там, мне не давали принять переход. Но я считаю своим долгом, как человек, что-то мое мнение значит, вот я свое мнение высказал четко. Это мнение на историю, на целиком взгляд. Они вот эти придирки, там, а тут он не додал, а здесь не додал. Спасибо большое. Напомню, на связи был лидер другой России Эдуард Лимонов. Ну, мне очень понравилось, что сказал Лимонов. На самом деле, очень много человек в стране, которым есть за что его благодарить. И то, что они сегодня молчат, такие люди, как Эрнст, такие люди, как Доренко, действительно, десятки, и может быть, даже сотни людей, которые получили эту премию Триумфа, а я напомню, это было 50 тысяч долларов, и в те годы большие деньги. И то, что эти люди сегодня не находят несколько слов, хотя бы вспомнить о том, что этот человек им когда-то помог, чем-то, неважно. Это, конечно, вот такие реалии нашей сегодняшней жизни. Мелочные, такие, крысиные, люди боятся, а вдруг чем-нибудь я вот этим своим высказыванием я каким-то образом там смогу кого-то раздражать, кому-то не понравится. Ну, это очевидно, что если сейчас Эрнст выступит и скажет, я благодарен Борису Абрамовичу за то, что он из меня никому неизвестный, у мальчика, который вилла Матадора. Совершенно верно, да, совершенно верно. И таких людей, ведь это же не один Эрнст, правда, мы же этих людей знаем. Это и Волошин, кстати говоря, да? И, конечно, сегодня в офисе партии Единая Россия должен висеть траурный портрет Бориса Абрамовича, потому что он придумал эту конструкцию, когда к лидеру должна быть обязательно какая-то партийная история, когда должен быть противовес Отечеству вся Россия Лужковскому. Он придумал эту историю, тогда было это единство, но оно потом переформатировалось, неважно. Ну, вот Лужков, кстати, не нашел хороших слов для Бориса Абрамовича, я, честно говоря, расстроился, я не ожидал от Юрия Михайловича. Такого посмертного пинка, если... Жалкие люди, что еще сказать? Жалкие люди. Ну, видимо, Юрий Михайлович сам был удивлен, потому что он сам столкнулся с предательством колоссальным. Алексей. Я можно? Да, конечно. В газетах про смерть и свободу и о президентах народу, сказавших прекрасные речи, я кутаю тонкие плечи, мы белый балетный пиджак, ах, скучно мне все это так. Это строчка из стихотворения Лимона. Он человек, конечно, очень талантливый и выдающийся писатель, русский и поэт. Но я думаю, что вот я хотел бы поспорить с Эдуардом Вениаминовичем, когда он говорит о гигантах 90-х годов, это не говорит о том, что эти люди в перспективе времени стали гигантами. Это говорит о том, что по сравнению с сегодняшней политикой, что она настолько измельчала, и сегодняшний мир настолько измельчал, что эти люди, в общем-то, гигантами не являющиеся. И вряд ли, ну, это уже пусть история скажет, что она произнесет. С моей точки зрения, эти люди не были гигантами, сейчас они не являются гигантами. Ну, по сравнению с тем, о ком он говорит. Это очень тревожный сигнал, тревожный сигнал, что из себя сейчас представляет наша российская политика. Это еще один тревожный сигнал, потому что, когда такие люди, как Новодворская и Лимонов, говорят о террористах, такие слова, для меня это всегда было очень тревожным сигналом. Но об этом после выпуска новостей. Ну, что мы возвращаемся в студию. Напоминаю, что в студии у меня Алексей Мельников и Александр Рыклина. Беседуем мы о Борисе Березовском. У нас звонок, поговорим с нашим радиослушателем. Слушаю вас, Петр. Алло. Да. Здравствуйте. Хотел бы сказать, давайте тогда Березовскому за все его заслуги медаль дадим Герой России. Но это не к нам, это вы к Владимиру Владимировичу обращаетесь. Путину есть, Путину есть за что дать медаль Березовскому. За что? За привод к власти? Конструкцию политической системы. А это вот связан, между прочим, ответ на этот вопрос, Игорь, с тем, что вы спрашивали. Когда вот вы говорите, что выходят люди на Болотную, которые абсолютно были такими же и делали ровно то же самое. В этом смысле, ну, наверное, конечно, такие люди есть. Я просто хочу сказать, что оппозиция, конечно, неоднородна. Я не исключаю того, что люди некоторые меняют свое мнение, они с опытом жизни, они меняют свои взгляды. В этом нет ничего удивительного. Даже если человек работал в той системе, это не обязательно, не означает, что он сегодня такой же, как он был тогда. А вы готовы еще раз наступить на эти грабли? Ну, вот лично вы. А это вопрос, который должны решать избиратели. Поэтому это вопрос, вот то, чем, скажем, Александр занимается, то, чем вы занимаетесь, это вопрос честных выборов. И это уже люди должны видеть и знать биографии людей, что они себя представляют. Здесь можно ошибиться. А то есть вы считаете, что Борис Абрамович поменял взгляды? Нет, нет, нет. Я не про него. Мне интересно. Но он же поддерживал оппозицию. Вы знаете, я не про него. Я говорю про тех, я его не знаю, я его лично не знал, я его только видел. И я всегда относился к числу политических противников Бориса Абрамовича Березовского. Я говорю про тех людей. А он об этом знал? Я говорю про то, что яблоко. Он всегда очень не любил яблоко. Потому что, и я думаю, что доброго слова нельзя найти у него про яблоко и про Явлинского. Потому что оно всегда от него сторонилось. Никогда с ним не имело дело. Но что касается, конечно, лично, наверное, я не знал. Вы правы. Я был в этом смысле никем. Я не был общественно известным лицом. А если говорить только о тех людях, о которых вы спросили про Болотную площадь, о которых Александр говорил, Это неоднородное. Я хотел бы употреблять слово масса. Но то, что, конечно, есть люди, которые абсолютно думают точно так же, и придя к власти, наверное, они, естественно, с меньшим таким криминально-чекистским упором будут какие-то вещи делать. Но будут делать примерно то же самое, сохранив ту политическую систему, о которой говорят. Это я считаю, что да. Это такая опасность существует. Спасибо большое. С нами на связи из Сочи ведущий научный сотрудник институтного анализа Андрей Пианковский. Андрей, добрый день. Да. Спасибо за то, что... Давайте чуть громче говорите, я плохо вас слушаю. Добрый день, говорю я. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, каковы были отношения как раз Бориса Абрамовича с существующей, если ее можно так назвать, оппозицией? Какова его была роль? Вы знаете, мне кажется, существует в отношении к существующей, существовавшей в течение последних десяти лет оппозиции, Борис Абрамович невольно играл роль очень полезную для президента Путина. Его действительно влияние было пренебрежимо малым. Человек не пользовался популярностью в России, но он как всегда он старался привлечь свое значение, все-таки раздувал свою роль, бесконечно говорил о громадных связях, которых он имеет в России, в том числе о стеблишменте, о чуть ли не подготовке свержения Путина и так далее. И тем самым он дискорректировал оппозицию и эта роль очень устраивала власти. Они приписывали ему все злодеяния, которые они хотели повесить на позицию. Убийство Политковской, Литвиненко, организацию массовых беспорядков. Даже вот в последнем деле 6 мая там одно из обвинений организатора митинга, что они пользовались финансированием в том числе от Березовска. Это по аналогии примерно ту же роль, которую в 30-х годах играл Троцкий в сталинской России, а в классической литературе это вот Гольд Стрейн из знаменитого Орловского романа 1984. Поэтому уход Березовского это в какой-то степени потеря для путинской пропаганды исчезает злодей, на которого можно обвинить во всех грехах и в связи с которых можно обвинять и дискредитировать оппозицию. Но перефразирую старый анекдот, кого же назначат вдовой Ленина? Да. Так на ваш взгляд есть кандидатура теперь на главного злодея? А, ну Таргамаза явно не тянет. Нет, абсолютно не тянет. Есть какие-то еще? А других я что-то не вижу совершенно поблизости. Может быть вот в преддверии ухода Березовского и раздувала фигура Таргамаза, но мне кажется это неудачная заготовка. Спасибо большое. Напомню, Андрей Пианковский был с нами на связи. Ведущий научный сотрудник института системного анализа РАН. Ответим нашему радиослушателю. Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Березовский это верный соратник Путкина до конца дней. Верно работал на его пользу и против оппозиции, чтобы скомпромонтировать оппозицию. И последняя фишка, что потешные суды, в котором ничего нельзя было выиграть, это была реклама самого себя, какой он гадости, а потом от него нападки на Путина. Это значит народ должен сплотиться за Путина, раз такие гады кидаются на Путина. Спасибо большое, Петр. Кстати, хороший вариант. Может быть, он просто и был агентом Путина? Да нет, конечно. Кстати говоря, вот это вот суждение о том, что вроде бы суд Собрамовичем было приори заранее проигран, это чушь собачья. Я тоже, да, не согласен. Это чушь собачья, там изначально они смотрелись, шансы смотрелись примерно одинаковыми. Другое дело, что я не был ни на одном заседании, но люди, которые там сидели, говорили, что сам Борис Абрамович во многом вел себя неправильно, производил на суде плохое впечатление и, в общем, как-то... А ведь это превратилось-то в суд над Россией, точнее, над современным... Ну, это такое раздевание системы. Да, конечно. Это читались репортажи с этого суда. Это читать было действительно увлекательно, но мы-то, на самом деле, мы-то ничего нового не узнали, правда же. Ну, конечно, люди как... Это было позором, конечно, для страны. Читать это было неловко, стыдно, и комментарии были подобные. Но мы все это понимали. Более того, на самом деле, я не знаю ни одного внятного человека, который бы не понимал, что Березовский был прав в этом суде. Конечно, все... Конечно, он был прав. Конечно, мы же понимаем, как там было с Сибнефтью. Мы же были свидетелями этого. Ну, то есть, свидетелями... Мы видели, как все это происходило. Мы знаем, как все это у нас устроено. Но английский судья... Английский, я точнее... Да, конечно, конечно, да, совершенно верно. И когда мы говорим обеспеченности Березовского или о чем угодно... Самоуверенности, как сказала Марина... Самоуверенности, на самом деле, ведь, ну, в общем, более-менее одно и то же, правда же? С Бадри немножко другая история. Березовский действительно много раз говорил, что он никогда не думал, что Бадри умрет раньше меня. Мало ли кто о чем не думает, но человек, который владеет... Да. Такими деньгами владеет или управляет. Ну, вот, да. Собственно, вот так вот. Вот так вот. А то, что, понятно, мы же понимаем, на чьи деньги Роман Аркадьевич гуляет. Господи, боже мой. Ну, что ж тут нового? Ну, я хотел бы сказать, что вот Андрей Андреевич обратил... Действительно, это очень ценное замечание про и аналогии с Троцким, и с Романом 1984. Это еще одна из характеристик вот нашей системы. Когда действительно, вот существует какой-то вот враг, и ему там все приписывается. И правда, вот тот вопрос, который вы, Игорь Затин, я тоже прочитал на одном из форумов, по-моему, в газете Ро, кого же теперь назначат ответственным за все? Кто теперь будет отвечать? На кого можно списывать? Я не хотел заниматься саморекламой, но через полчаса это я в журнале GQ спросил в своей колонке. Да. Кто же теперь это будет? Это опять же, это опять же, вот очень хорошо, что люди, которые занимаются журналистикой, имеют отношение к политическому классу, говорят про это и понимают, что вот так устроена система. А что касается вот суда между Абрамовичем и Березовским, я хотел бы сказать, ну позор, не позор, вот так есть, так устроена жизнь. И вот я думаю, что это был суд не над Россией, а все-таки суд над системой. Вообще то, что получилось. Те люди, которые, наверное, так сказать, вот Александр действительно, он человек информированный, вы человек информированный. Мы тоже специально занимаемся политикой, многие вещи знаем, но тем не менее, гораздо более широкая аудитория людей узнала не просто что-то общее, вообще все украли, а как это вот технологически... Как это происходило. Да, 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 да. Как это технически было устроено. И в этом смысле, в этом смысле, я думаю, что когда сейчас мы слышим о странных состояниях, о странных людях, которые находятся рядом с властью, никому неизвестных, я думаю, что вот этот суд, его опыт того, как это делалось, это не проходит даром. Я думаю, что во всяком случае вдумчивый человек, который следит за российской политикой, он, наверное, смотрит сейчас более квалифицированным взглядом. А позиция, между прочим, предлагает тоже людей, которые ровно таким же способом зарабатывали свои состояния. Я вам хочу сказать, что... А что, Александр, нет разве? А ты о ком? Ну, я не хотел бы сейчас назвать имена в эфире, но, в принципе, фигуры-то те же, либо были у власти и участвовали в той же системе, либо финансируют... Сейчас сказать, оппозиция, я не очень понимаю, есть ли богатые люди в оппозиции? Уже нет, видимо, придется Роман Аркадьевич туда рекрутить. Здесь вопрос все-таки более общий, не персональный, как мне кажется. Здесь вопрос просто предложения порядка, другого изменения системы политической, выбора. Понимаете, еще раз я хочу сказать, избиратель должен решать. Ты богатый человек, ты сделал деньги в 90-е годы, тебя посадили в тюрьму, ты сейчас вышел. Но я принимаю решение, да, вы голосуете за какого-то... Поэтому идея вот в том, чтобы систему так перестроить. Это же ровно то, с чего мы начали программу. Березовский был конструктором той системы, когда они говорили себе, я лучше знаю, что для них лучше. Вот это же... Ровно с этого началось все. Конечно, тотальное пренебрежение к демократическим принципам. Тотальное. Но люди меняются, и все меняется, и страна изменилась, и, в общем, тем не менее, наш политический класс по-прежнему живет по этим законам, некогда сформулированным, в том числе и Борисом Мавровым. Потому что и политический класс, и все остальные классы это устраивают, кроме рабочего класса. Журналисты мы с вами... Ну, я не буду сейчас про нас с вами говорить. В каком смысле устраивают? Да, страна, все журналисты на выборы 96-го года так или иначе финансировались? Слушайте, ну, я хочу сказать... Даже если ты совпадал с их устремлениями. Вот Алексей сказал, люди меняются. Я скажу откровенно. В 96-м году мне казалось, что чучелом, тушкой... Но лишь бы не Зюгановым. Ну, только не Зюгановым. Только не Зюгановым. Мне тоже так казалось в 96-м году. я скажу откровенно. Но за эти годы я понял для себя важную вещь. Процедура важнее. И сегодня я думаю, что лучше было бы Зюгановым. Вот и все. Процедура важнее. Вот когда люди начинают понимать... Но наше тогдашнее убеждение вместе с этой политической системой, созданной Борисом Абрамовичем, и привели к тому, что сейчас мы можем только сослагать нам наклонение и говорить. Потому что сейчас уже ни Зюганов, ни коммунисты, ни другие партии, находящиеся в мнимой или в реальной оппозиции к власти, уже в Думу не пройдут. Зюгановым тогда уже был тупый и не готовый. Два слова, потому что это передача походка. Да. Люди очень разные. Разные журналисты. Разные вообще люди. Есть люди задавленные, есть люди неверующие. Но тем не менее, люди разные. Я все-таки бы хотел, чтобы мы буквально пару секунд хоть бы вспомнили Бориса Абрамовича минуты и молчания. Бориса Абрамовича Бориса Абрамовича